Закройте ее и дайте нам дожить спокойно, а нашим детям вырасти и воспитать своих детей. Закрыть! 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 В это сложно поверить, но под моими ногами огромная свалка бытовых отходов полигона Ядрово. Сегодня мы вам расскажем, а самое главное покажем, в каком виде сегодня находится полигон, какие работы здесь происходят и что сегодня делается в рамках рекультивации этого свалочного монстра. Все мы прекрасно помним историю с закрытием этого полигона, что она далась нам большой кровью, что общественники и местные, и областные, и даже федеральные вмешивались и бились за то, чтобы свалка была закрыта. Как только запахи бывают, у детей сразу сыпью покрываются, у взрослых бывают такие вот язвочки во рту. Да, у меня, например, есть экзамен ноги, но я вам показывать ее не буду. Да, и когда идут выбросы, очень сильно болит нос, то есть дышать очень некомфортно. Сегодня идет активный этап рекультивации этой свалки. Понятное дело, что до окончания работы еще достаточно много времени, но сам факт того, что наконец-то серьезно взялись за эту свалку, уже внушает хоть какой-то оптимизм. Сколько уже так примерно в процентном соотношении, насколько выполнена работа? Ну, если брать по северному телу, процентов на 85 можно сказать, что уже сделано. Если посмотреть, что сегодня здесь делается, то, в принципе, это типовой набор средств, которые применяются на всех тех старых полигонах, где мы побывали. То есть, в первую очередь, это, конечно, укрытие геомембранной пленкой. Видно, что она достаточно плотная, и, конечно, главное ее предназначение как раз заключается в том, чтобы снизить атмосферное влияние на тело полигона. Чтобы все осадки, ливни, дожди, снег и прочее, чтобы не перестали размывать вот эту саму свалку. И чтобы сточные воды, фильтрат как можно меньше проникали вниз, вглубь, а тело полигона оставалось вот в том виде, в котором оно сегодня есть. Каждую ночь пахнет. Но вечером, допустим, когда я хочу открыть окно, проветрить перед сном, запах бывает. Вот как раз видите, вот из этой трубы, которая стоит на месте прокола, будет выходить газ и попадать в систему догазации именно для того, чтобы он шел не в атмосферу и не распространялся в окнах и в квартирах жителей, а чтобы он уходил в систему догазации и сжигался на специальном факеле. Ну, проектом запроектировано, что газ, который собирается с обоих тел, он выходит на высокотемпературную газосжигательную установку и где в последующем утилизируется. Ну, здесь хорошо видно, что укрытие тела полигона действительно выглядит как слоеный пирог, да? То есть здесь вот идет сначала подложка в несколько слоев, причем само укрытие тоже состоит из нескольких компонентов, после чего идет вот эта вот плотная геомембрана, которую мы до этого с вами видели уже. И сверху еще отдельно идет слой, вот этот вот идет геотекстиль, который как раз защищает от неблагоприятных погодных условий. Напомню, что вот по такому принципу будет накрываться абсолютно вся свалка. Вся. Для того, чтобы газ не выходил наружу, а, соответственно, осадки не привлекали внутрь тела полигона, ну, не размывали свалку. А проблемы со здоровьем есть какие-нибудь уже? А как же тут онкология? Знаете, сколько в Волоколамске? Вы знаете, сейчас проблемы со здоровьем не увидишь. Они увидятся через год, через два, через три, а может через десять лет когда-нибудь аукнется это. Это же все седает, никуда это не девается. Посмотрите, по Волоколамску очень много онкобольных людей. Накопительный эффект. Накопительный эффект идет, конечно. Конечно, и выстреливает. У кого-то через десять лет, у кого-то через завтра, у кого-то когда. Мы очень надеемся, что уже в какой-то обозримой перспективе, в ближайшем будущем, это будет не старая свалка, воняющая и доставляющая беспокойство всем людям, которым не посчастливилось здесь жить, а это будет современный рекультивированный объект накопленного экологического вреда, который будет этот вред постепенно отдавать, и он будет цивилизованным современным образом собираться, а не идти в окна и в двери к людям, которые здесь живут, и которые сегодня вынуждены на себе чувствовать весь этот запах, все эти негативные последствия. В соответствии с решением штаба, да, жители вместе с администрацией могут в любой момент прийти и ознакомиться с ходом проведения рекультивации. А если жители, которые не входят в штаб, обратятся к нам, вы нам сможете оказать содействие в такой экскурсии? Да, без проблем. Спасибо. 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 Спасибо.